приветствую вас в третьей серии партии за норвегию так мы продолжаем на этот раз будем двигаться на восток как видите новгород тут по пердолилу 6 анклавов оставили да это конечно жесть полнейшее такое вот смотреть такое наблюдать давайте заберем те провинции которые нас тут рядом дать и 3 внешна не губы еще получить чтобы тут была какая-то связь просто здесь есть торговый порт телось бы его контролировать и поэтому объявим войну только посмотрим так тут все хорошо кола или кола пусть будет кола потому что дадим на ее все равно финляндии так проходе к у нас здесь есть тут у нас крепость а где вот здесь столица ливонцы нас объявили соперниками хорошо значит потом ливонцев объявим у них союз датчанами мы на датчан уже могли бы пойти но тут реально слишком много агрессивки 48 вот висит пока пойду очень-очень медленно наследника пока что нету вот поставить тоже нету мужика поэтому придется ждать предлагают нам сделать и нового наследника 152 я как бы хотел следующей группой идеи брать дипломатические ладно пусть будет имя конечно же даем то которое должно быть не знаю хорошо это или нет вот у нас консорт очень хорошая и 26 может она еще проправит те вот это очень опасная на сейчас ситуация умирает 1 2 и все сидишь кукаешь колонишь короче придется заканчивать войну против нового города с таким вот результатом ну можно еще их масса ведь как вариант и возвращать вот эти все провинции сюда есть корочки кроме невы москва слишком сильно 42 тысячи не по зубам только с поляками союз смутить что принципе возможно ночью то как то я даже не знаю стоит ли это давайте наверное завасалим ай блин куда я иду ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой минус 5000 чтоб хотя бы здесь агры не получать а лимонский орден независимость гарантируется москвой понятно 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 ну значит берем одну пробку берем деньги там посмотрим и москва еще нас соперником объявляет даже общей границы нету зачем она тебе москва ну значит мы тоже их объявим проще с тем же полякам если чё можно будет договориться вот уже минус 8 просто улучшить отношения взять у нас тут есть задание на пусть депрепутацию будет нормально получаем второго колониста не заодно сможем нанимать исследователей и плюс 33 в колоняльной дистанции получаем ну давайте наймем какого-нибудь такой вот у нас получается не экспедицию можно отправить прямо на карибское море но давайте постепенно будем исследовать сначала североатлантическое побережье хотя это европа но это мне кажется возле исландии гильз хенриксон он является сыном государственного советника хенрика йенсона недавно он женился на ингрид вот датыр и укрепил свои владения уэс тротти сейчас он является одним из наиболее крупные землевладейцев в норвегии него земли находятся в виргине в ордёхусе холу голландия фуссене фростес хьерландрэ сунмёрре ромсдали эдёэ сельбу и херидолене также ему недавно предложили пост художественного советника так что ты умеешь депрепутация это нам надо на улучшение отношений но все равно спасибо есть конечно на улучшение отношений только пять монет месяц это вся наша прибыль ну давайте поставим на депрепутацию скачает идет у нас исследование открыли какие-то новые земли встретили англичан недалеко где-то тут еще костейцы тоже плавали поляки согласны подписать нами союз ну давайте предложим пока что этот союз пусть будет истекают сроки перемирия шотландцами давайте посмотрим так бранден и англия нам помогают шведы опять союз перезаключили с ними у них там был день брака хорошее отношение так что пусть будет так отправляем предложение войны глобальное торговое влияние и минимальная автономия территории хорошие вещи но надо поднимать технологии подстали совсем так же идет активное исследование можем начинать колонии для гренландии но я хочу сейчас буду отправить еще одну миссию посмотрим насчет вот этих земель написано что не дотягиваемся но может вот этот остров просто колонии гренландии это то еще удовольствие медленный прирост колонистов там идет так мы должны вот сюда отправить наши войска 16 ноября крепость отключена остальные войска пойдут сюда немножко войска покоцаны мы там повстанцев вот за эту кнопочку немного уничтожали а чё ты стал блин вот иногда есть такая фишка что ты отправляешь а он тупо с берет и становится тут разбили вот мы встали пробуем поднобить шведскую армию нас 10 тысяч на транспортах они тут согрелись на 2000 финнов мы сейчас подойдем и не будет атаковать в лесу опа так с разбили отступают они скорее всего на свою землю а мы там будем побыстрее вот так вот перебросим тоже войска штандии пока дело идут хорошо осаждаем столицу англичане то в ирландии разберутся я думал может еще вот здесь себе взять земель очки чтобы тоже иметь такую точку для флота ну вот видите сюда можно делать колонию давайте отправим у кого-то вывозить отсюда я не вижу смысла трой колонист потянули это по деньгам думаю что не потяну но правда есть запас это все и потянуть чё я переживаю давай второй будем давайте подписывать мира шотландцами три провинции только забираем но они тут хорошо развиты прокачены были подходят они сразу нашему вассалу деньги и репарации тоже еще забираем не будем все-таки брать те ирландские точки слишком много агрессивки идет реча не на таки не хочется территории ладно плохие новости в том что богемия взяла титул императора но я так посмотрел мы тоже можем если что получить этот титул но это делать не стоит потому что франция мне кажется сразу на нас полезет о французы тут вассала выделили тост типа слишком много развития вот сюда в лимит управления не влазит и не выделяют опять стали одной из великих держав уже были только вылетели мыслимо что больше чем москва но там у них по-любому еще нету института принятого но все равно я думаю где-то москва посередине будет также как видите финляндию наполовину присоединил но я не вижу смысла ее держать непонятно когда еще повоюем против ливонца да его можно выцепить через зданию но убрать тут что за двойную цену эти территории такое себе 14000 повстанцев новгородских у них 10000 армии мне кажется она отвалится опять в новгород по деньгам все-таки приседаем минус троечка пошла но нормально нам хватит это узнаете так посмотрел по этим индейцам это какая-то сказка прямо 44 развития можно начинать очередную войну против шведом тут стоит муштруются несчастный сландии там не рвали союз пусть будет справимся и так здесь разберемся потом наш танцы пойдем бороденбург там поможет вот протокуем нанял две пушки муштровал армию просто я не могу снижать содержание армии тут постоянно туземцы восстают на колонии конечку и доходят уже где-то на 70 процентов осадились вида убили всю его армию но при этом шотландец взял тот крепость наш вассал видимо держал ее тоже отключенной как и шотландец никто короче не может ее содержать ладно будем подписывать тут у нас в станции на стороны конечно можно сидеть на военном налоге экономить деньги тем самым не будем затягивать возьмем немного денег вот шведом забираем вот такие вот территории больше не берем потому что там капает сильно на империю пока пусть будет не так момент управления превышен конечно же присоединили финляндию и ушли какие-то дикие минуса до этого у нас было где-то плюс 4 плюс 5 так в среднем 3 минус 8 ну ладно 4 забирает колонии ну вот что остальное так сильно забирает не совсем понимаем да они там платили но сколько они платили может монету точно не больше и так проходит достаточно времени выставился у нас директор качестве правителя но у него очень хороший наследник видимо он директор у нас будет главнокомандующим армии в традиции он получил отрицательный бонус дальше ребята меня немножко залагала запись но мы тут перевезли войска в новый свет две колонии в ренландии и на ньюфоунландии у нас поставились и мы начали войну против индейцев противостояли нам 70 тысяч войска были разделены на две группы сразу атаковали два племени тут у нас директор идет с пушками будет осаждать в них 2 тех а почти у всех только я видел у ирокезов 4 остальное это все такое себе вот это против нас страна воюет и вот здесь три еще племена здесь попробуем их сразу уничтожить тем самым уменьшив так тут у нас лихорадка столица забирай ты можно было и деньги а тут открыли 3 а 100 4 хорошая идет ладно что сделано то сделано такс одна армия ушла тут оставляем 4000 сами пойдем сюда ну посмотрим может что-то там найдем только нет не пойдем мы подождем отсюда разберем нашу кавалерию тут враг стоит мы перевезем хорошо значит и сюда и нем и того уже 63000 против нас пикоты 24000 пикотов уничтожили почему что-то этих поймаем да поймаем и сюда еще пять тысяч шестьдесят пять тысяч хаха уничтожаем но они увеличиваются и количество но не набирают наемников потихонечку забираем провинции вот индейцев взяли уже вот эти три вот пикотов затем смотрите можно с этими замериться взять сюда с этими замериться и брать вот сюда ну давайте вот так вот пока что возьмем вот это я счета даже не знаю посмотрите тут игры за это не идет 19 берешь эту пробку 26 то есть вообще не идет получается здесь не будет такого развития то они походу получают развитие от этих своих поименных территорий как там у всего накапливается надо читать старые дневники разработчиков чтобы это против но да и вот тут не помню какой-то был союзник в этой страны там не было галочки нет делал деловар это часть федерации то есть можно забирать игра тут идет одинаково давайте вот так заберем целую волосу прибережную до шестерочка тут осталось и не просто напросто откачивали ханика конечно интересное продает не знаю как искусственный интеллект реагирует на такие армии огромные какую-то них или нет 2 пошла курочка тут некоторые нельзя 3 4 тут колония 5 наклоняя долго будет еще одну точку надо нам забрать например вот здесь подписываем последний мирный договор не знаю забирать это полностью или нет давайте пока что не будем вот так вот так стоп а чё я это не получил я забирал эти территории но не получил возможно из-за того что это племя не смогло никуда уже отмигрировать и по уйти обидно конечно агрессивку я за это по ходу получил полную да ну ладно 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 вот тут еще есть такое племя у него тоже много и территорий не надо винланд чтобы сформировать что только три пробки есть в этом винланде так у этого куда этого сюда либо на микмаков идти у них рядом с нами есть территории бренденбург зовет на войну хорошо согласимся денег как видите очень много заработал с индейцев них походу более выгодно грабить чем захватывать ну давайте все-таки на микмаков пойдем их тоже 70 тысяч у нас две армии сразу готовы атаковать одна смогла уйти ничего где-то здесь перехватим по эти сюда да хорошо вот уже и микмаки согласны подписать с нами мир тут даже можно взять территорию на которой висит наша колония этого делать мы не будем вижу смысла так тут у нас две есть пробки то есть еще три надо закорить взял миссию на то чтобы колониальной восточной америке получить колонию это нам даст прирост поселенцев плюс 15 почти готова считайте также появился колониализм появился он конечно же не у нас появился он испании у нас он должен будет капать когда появится колония до плюс 0 83 ну тут будет больше так как 47 развития бедный новгород никак не могут добрать я просто могу его выделить вот здесь на севере нужно чтобы он исчез полностью гарантия от москвы все еще висит но я думаю скоро против дании повоюем ливонца там возьмем какую-то вот эту пробку на севере чтобы можно было и на москву пойти в рак тысяч у нее есть поляк 50 об она это весь 20 но еще австрийцы там кое-как можно будет зазвать ну да он соглашается на борденбург не хочет но ясно это кстати вариант это очень хороший вариант пойти на москву вот и время вернуться в данью подправда нас поляки позвали на войну против богемии у которой есть большая армия 40 тысяч она где-то вот здесь прибывала нас есть 30 тысяч но будем надеяться что все пройдет хорошо также нас вырвалась первая автономия новая норвегия выбрал коронную колонию чтобы меньше бунтовала она тут будет большая с большим развитием на датчан позовем и англию и бранденбург англию надо нам поддержать в этой войне потому что англии нет примирия шотландии она уже хочет эти земли а у нас пойдет примирие 508 нам надо будет забирать шотландию но из одну швецию там поставив галочку на кого-то из них война против дании идет успешно выбери уже ливонцев забрали эту одну точку одну пробку гарантия все еще висит от москвы дачан пока держим вернее тут англичан держим на этой войне вы давать атаковать шотландцам так на шведа поставим тоже бранденбург согласится нам помочь и так поехали быстро занимаем эти две пробки надо будет также киркунел наверное забирать он униат под шотландцами не хочется чтобы он был нашим униатом но затем будем уже аннексить галдом у нас еще есть один лимит надо какого-нибудь вассала себе придумать нового новгород зашел бы хорошо отдание забираем вот здесь две провинции дни 3 даже с этим островками опять-таки чтобы много агрессивки не шло ибо шведа будем забирать полностью оккупировали шведа там даже восстание поднялось но мы можем его забирать полностью с карты агрессивка нормально сойдет такое все отлично и шотландцами надо решить вопрос вопрос состоит в том что надо еще и кирканелы те осадить и перевести туда войска наши но не согласится на полное присоединение пока мы все не выбьем все вот эти страны либо не выбивать их держать в осаде но вольгост я думаю стоит выбить или нет 0 войск об станции они пусть будет у него там конечно кораблей много но мы несколькими атаками можем их разбить тоже будем теперь подписывать и мир со всеми включая шотландию подписал уже с вольгостом тут как видите стопроцентные у нас счетом торговлю берем репарации с деньгем я думаю шотландии подпишет там истощение сильные так дальше так можно внедрить институт у нас сущную 7 представлен уже до сюда 99 а сюда по 17 и тут пока она дойдет нет смежных провинций а вот тут есть 80 и вот тут 80 подождем до спешить там штрафа штраф еще небольшой им процент две пробки отходят гелдому а вот это в ирландии заберу себе сама англичанина еще позвал так эпоха реформации немножко убедиться доверие минус если так нормально склонность на 18 порвать надо уже наверное с англичанином надо его забирать территории сколько у него на 40 тысяч будем считать на связь 26 15 тысяч где-то надо нарыть не рановато рановато еще с англией минус шотландия супер ой блин я не посмотрел по игре но точно знаю вот сюда на прибрежные шло немецкие вот тут есть 52 50 ей ладно ничего страшного справимся и начинаю войска опять перевозить новый свет я думаю пойдем уже на мексику нас стоит в гондурасе один колонист один на южную америку и еще один вот сюда в луизиану пойдет но и здесь надо фабриковать карибы уже отошли англичанам португальцам бразилия куда испанцы колонят не знаю возможно аргентина ну либо африка австрийцы нас призвали на войну против венгрии они у нее хотят восстанавливать надумались конечно от венгрии там осталось парочку прав но мы тем временем будем создавать уже мексику свое кстати нашел гостейских колонистов вот они тоже в мексику пошли не знаю успею ли я взять пять провинций и получить договор от папы римского быстрее чем они но будем пробовать воюем против чакте мали в первой войне против народов майя получилось взять только две провинции здесь была страна она была фасалом вот этой чакте мали но ходе войны какой-то еще другой она стала вассалом следующей страны теперь его вот уже присоединили мы воюем против китча 3 пробки есть еще две надо будет добирать но тут хочу взять сколько получится чем желательно что вот эта пробка отошла кукомом для галочку не ставил я лучше вот здесь забрать а там уже в другой какой-то войне закончили они войну боже могли бы вот это уже набрать и сюда я галочку не ставил ладно короче вот эти две добираем этих просто выбьем также нас сформировался винланд колонит тут жесткому настолько до колонился что банкротства улетел одну пробку только смог они просто фигачат по 3 этих колонистов денег у них на это понятное дело нету вот и улетает в банкротство выплачивать там по 500 монет займов к что у меня нету появился также инцидент имперский насчет отклонения азиатской лиги до этого был также бургундский кризис там была война франции против богемии и что бургундия ночи от теперь ничья независима она была у неё там богемии на французы ее отбили император по-прежнему богемии видите выведением барга против норвегии эй так не надо я вижу австрии бранденбург за первый вариант голосует давайте мы тоже институт также внедрён москва тем временем воюют против казани она уже закончила войну и походу забрала полностью да нет еще есть перемирие с казани у них было 47000 во время этой войны то есть вот на 50000 где-то надо рассчитывать что у них будет заберем полностью все провинции от кичи и от яйца я не вижу смысла их оставлять агрессивка там три страны кукомы у нас перемирие короткое тоже на них надо будет напасть чактимали тоже перемирие так и здесь надо две пробки краски они вот возле берега все будет 5 испанциям 4 пока что 2 колонии закончится и вот сюда нет вижу отправили я думаю она закориться быстрее чем у него кого не здесь поставится тут еще полгода будет плыть а курица она три года то врать должно ливонцы отвалились соперников никого ставить это по логике англии надо пока будем без соперников деньги даже есть на коррупцию смотрите уходят три колонии у нас ставятся одновременно нет 2 черного колониста надо куда-то отправить до африки пока не дотягиваемся давайте вот сюда уязиана на этом я думаю можно заканчивать эту серию хорошую она получилась продуктивная скандинавия почти вся наша две колонии есть почти третья четвертая тут потихонечку тоже будем разрабатывать ну и готовимся к войне против москвы фига себе новгород союз османами вот такого и еще точно не видел в этой игре при том что осман не считает москву своим соперником но разве что польшу но польша не хочет сюда территории охренеть просто ну знаете он там лет 15-20 накопит благосклонность пойдет на москву хах боли на это думал доберут я выделю и все будет хорошо значит придется так москву отжирать хорошо будем думать уже в следующей серии над этим всем благодарю за внимание благодарю спонсоров за поддержку всем пока и до новых встреч субтитры подогнал «Симон»